Всем бодрого времени суток! Меня зовут Шура, азиатского контентолюбитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Сегодня мы с вами посмотрим на новиночку от такой замечательной исполнительницы, как Тэйон. Ким Тэйон, артистка лейбла SM Entertainment, дебютировала аж 15 лет назад, в 2007 году в составе группы Girls Generation, в которой до сих пор, собственно, состоит, является лидером. Ну, группа с 2017 года, если я не ошибаюсь, в затишье, так сказать, формально и номинально группа еще существует. Пятеро оставшихся участниц в 2020 году продлили контракт, но по факту каждый из этих участниц занимается какими-то своими шольными, сольными штуками. Первой как раз сольной деятельностью начала заниматься Тэйон в 2017 году, выпустила мини-альбом свой первый, и сегодня мы с вами отреагируем на заглавный трек третьего полноформатного альбома, который вышел 14 февраля. Трек называется INVU, как, собственно, и называется альбом. INVU – это такое сленговое сокращение фразы INVU, что переводится «Я завидую тебе». И что же, больше давайте не будем задерживаться. И начнем просмотр. Едем. Красиво. Ой, какая красивая ты, собака. Это я любя. Такой приятный инструментал. Такой ненавязчивый, прям. Интересная харяга. Боже, ну это мрамор этот. Ох, как красиво ушла. Ой, какой приятный биточек. Занимательная хореография, я вам расскажу. Красивый клип. Такие перестукивания классные. Такой неагрессивный вокал. Очень классно. Опять эти вот перестукивания такие классные. Вообще минимум инструментала на разгоне. Вот сейчас началось. Классно. Даже такие ретро вайбы присутствуют в инструментаре. Так, это у нас бриджик или третий куплет пошел, не пойму. Так, походу бриджик все-таки. Красиво как на пальцетик пошла. О, классно. Какой красивый клип. Какой красивый клип. Какой красивый клип. Спасибо, что хоть тут все как-то более гармонично в инструментальном плане. Очень красивый клип. Очень красивый клип. Было сложно как-то обращать внимание вообще-то, что там в инструментаре происходило. Потому что там такая красота в клипе происходила, что сложно было и туда смотреть, и что-то по инструменталу выцеплять. Нельзя так делать, товарищи. Длин, реально, чтобы выцепить, что там в инструментаре происходило, я хоть и старалась очень сильно, но все равно это еще пару раз надо прослушать, чтобы там понять, что там за синты такие интересные были. И вот эти вот перестукивания такие. Интересно, что за инструмент такой имитировали. Ну, отдельные оды можно петь клипу просто. Начиная от аутфитов или как-то луки, не знаю, в общем, образы, да, которые были представлены на ней. Как она выглядела, это прям вообще какая-то богиня была. Римская, греческая, не знаю, выберите сами, какой вам больше нравится. Локации красивые. Ну, это, понятное дело, все это на зеленке, скорее всего, делалось. Практически везде, да? Но вот начиная от этих мраморов, такое, какой-то, не храм, а как это называется-то. Ну, в общем, что-то какие-то римские, греческие, вот эти вот мотивчики. Потом, металлическая статуя, тоже интересная. Ну, в общем, блин, я даже сейчас слишком сложно выцепить, что там было, как это все происходило, и вообще какие-то там штуки были показаны, потому что это было столько, слишком много всего и столько такого красивого, что у меня все в голове смешалось. И она там еще так, блин, от нее глаз не оторвать было, вот эти, когда еще эти вот очи, что они такие вот... Я не знаю, даже очками нельзя назвать, но вот какой-то аксессуар, который форму очков имитировал. Очень красивый у нее образ был в этот момент. А я ведь девочка. Я не представляю, что там с мужчинами, фанбоями творилось в тот момент, когда они этот клип смотрели. Они, наверное, все попомерли немножко. Блин, классно. В плане, понравилась ли мне работа, не скажу, что она сейчас с пулей полетит ко мне в плейлист. У меня вообще в целом такие отношения с Тейон. Я не могу отрицать, что она замечательная артистка, у нее очень сильный голос, хотя здесь, в принципе, она им так и не оперировала, так сказать. Она уже всем все доказала, и сейчас она может, в принципе, уже спокойно... С более спокойными партиями треки выпускать, потому что, ну, как бы так, все все знают, что еще кому доказывать нужно, да? Поэтому здесь преимущество у нее спокойный вокал был. Единственное, что вот на последнем куплете они там немножечко измельнили вокальную линию у нее, и она там более ее так опевала-пропевала по-разному на верхах. Но в целом в треке никаких таких у нее архи высоких нот не было, и там не тянула она очень продолжительное время ноту какую-то. В целом достойная работа, интересная работа, но... Не знаю, мне надо, наверное, пару раз переслушать, чтобы понять, нравится ли мне это настолько, чтобы забирать к себе в плейлист. А, я не договорила, какие у меня отношения с Тейон. Я не могу отрицать, что она замечательная артистка, но преимущественно много чего мне у нее не заходит. Но это еще обусловлено тем, что у нее подавляющее большинство треков такие более балладные. Я, конечно, баллады люблю, но выборочно. Ну, то есть не у всех исполнительниц, у которых мне нравятся голоса, автоматически нравятся треки. У нее преимущественно вот такого балладного типа, поэтому редко мне что заходит. Вот больше, когда она фитом к кому-то приходит, да? Можно это так называть? Фитом, пропоп-исполнительник. Короче, ладно. Вот, например, у Ки, Кибом из Шайни, по осени у него был альбомчик, и вот перед выходом альбома он выпускал трек, я забыла, как он называется. Молодец какая! Сюда выведу, как он называется. Вот там мне у них понравился трек совместный. Вот такие вещи с ней мне больше заходят, то есть чужие вещи, где она приходит как бы приглашенным артистом и исполняет там какую-то свою партию. Вот, а что для нее пишут, то есть в ее амплуа, мне вот сложно что-то прям забрать себе, что вот прям 100% мне заходит. По смыслу трека. Я завидую тебе, да, название трека, но там повествование идет о зависти такой, что, то есть девушка влюблена в молодого человека, ну или там, опустим, в кого там кто влюблен, он, в общем, тот человек, песня от лица того человека, который больше страдает от этой влюбленности, потому что он теряет себя, он разрушается, объект воздыхания, так сказать, в этот момент как бы с ним все прекрасно, он цветет и пахнет, и вот зависть именно такая, то, что почему я не могу любить, не разрушаясь, и вот я завидую тебе, что ты можешь это делать, ну как бы оставаясь в порядке, оставаясь с собой, не теряя себя, не разрушаясь и не страдая от этого. Но я все равно тебя люблю, я понимаю, что мне от этого плохо, и это бы мне прекратить, но я сама с собой уже не могу справиться, это уже выше моих сил, это контролировать. Вот какой-то такой смысл текста. Я надеюсь, я правильно это поняла, потому что я нашла только английский перевод, переводила его, как обычно, на русский, но именно на языке носителя, как там это все дело происходит, потому что, блин, третий перевод, так сказать, можно очень много смысла потерять. Вот, я думаю, на этом можно закончить. Вот мои любимые треки, а их немного, так что, в принципе, это, наверное, и есть мои единственные любимые треки у нее. Вот, пожалуйста. И на этом все. Сейчас, наверное, пойду еще раз присмотрю, потому что дюжа красиво было, дюжа обалденно, вот именно с визуальной точки зрения. О, эстетический оргазм, так сказать. Все. Всем спасибо, что смотрели, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok